Доброго времени суток и приветствую вас на канале Airzone Game. Сегодня с обзорной экскурсии мы посетим один из лидирующих в топе серверов, который называется GrandRP. А располагается он и занимает одну из лидирующих позиций на платформе Rage Multiplayer. Ну и из чего естественно следует, что базой для этой сборки является игра GTA V в роли плей направления. И уже наверное традиционно мы попадаем при входе в игру в меню персонализации нашего персонажа, про которое сразу же хочется сказать, что выполнено все очень и очень качественно. Что мне понравилось первым делом это то, что персонажа можно крутить мышкой. Как вы видите нету отдельно выделенных ползунков для этого перемещения вправо или влево персонажа. Просто зажимаем стрелочку и крутим его так как нам нужно. Не часто это встречается и это очень удобно. Также надо отметить, что дополнительные пункты настройки персонажа тоже очень интуитивные и даже присутствует первоначальный выбор одежды. Что тоже немаловажно. Ну а далее нас встречает краткий обзор того, что мы увидим зайдя на саму карту. Давайте его посмотрим. Привет, я постараюсь объяснить тебе вкратце, как все устроено. Гранд это сервер с роллплей режимом игры. Это значит, что здесь все как в реальной жизни. Вы начинаете игру простым приезжим без денег в кармане. И именно вам решать, кем стать. Полицейским, врачом, бандитом. Или просто очень богатым человеком, который... Чтобы не жить на улице, тебе будет нужен дом. Сделать это можно в риэлторском агентстве, либо купить у других игроков. Дома есть на любой кошелек. От полуразрушенного дома в опасном районе до элитного жилья на горе Вайнвуд. Конечно, бегать по всему городу или ездить на автобусе не очень удобно. Поэтому лучше купить личную машину в одном из автосалонов. Автосалоны, как и дома, для каждого свои. Если у тебя много денег, перед тобой открыты двери автосалона премиум класса. Если денег нет, увы, придется довольствоваться транспортом бюджетного сегмента. Хочешь стать успешным человеком? Тогда тебе понадобится свой бизнес. Можешь купить свой магазинчик на АЗС, либо стать владельцем целого магазина оружия. Бизнесы есть разные, но всех их объединяет то, что за ними нужно следить, чтобы они приносили прибыль, а не становились обузой. Думаю, ты уже понял, что на дом, машину или бизнес тебе нужны деньги. Зарплаты на работах разные. С самого начала тебе доступны не особо прибыльные, но по мере игры ты будешь получать доступ к более престижным и оплачиваемым работам. Со списком работ можно ознакомиться, открыв меню на клавише М и выбрав пункт «Моя работа». Ну а если амбиции не дают покоя и хочется развиваться в большом и дружном коллективе, тебе подойдет одна из организаций. Ты можешь стать полицейским, следящим за порядком и заниматься поиском преступников. Или стать бандитом, принимая участие в захвате территории, угоне машин. Еще у нас есть семьи. Создать свою семью или присоединиться к уже существующей – решать тебе. Семьи играют важную роль в жизни сервера. Семьям доступны уникальные бизнесы, такие как плантации, коровники или нефтевышки. Также семьи могут принимать участие в различных мероприятиях, в том числе и в ограблении банка. Обращай внимание на задания, которые ты сейчас видишь. В процессе выполнения квеста для новичков тебе может попасться крутой приз. Чтобы тебе было проще, мы сделали раздел помощи в мобильном телефоне. Там ты сможешь ознакомиться с ответами на вопросы от новичков. А чтобы было совсем просто, в том же разделе в телефоне есть функция звонка помощникам, которые ответят на все вопросы. Добро пожаловать! Ну и вот, друзья, такой вот, на мой взгляд, неплохо выполненный пролог вы увидите, когда подключитесь первый раз к этому серверу. Ну и далее приступаем уже непосредственно к обзору. Идем получать, как и говорилось в прологе, задание. Я его беру просто для того, чтобы показать. Это делать абсолютно необязательно. Ну, для того, чтобы просто показать, что это есть и, в общем-то, проследовать по карте, я возьму это задание и будем следовать потихоньку по ходу пьесы этому заданию. Далее идем, получаем транспорт. И сразу же можно заметить, что любое ваше действие сопровождается сообщением. Сообщения выполнены очень красиво. И вообще, на самом деле, вот первое, что хочется отметить, зайдя на эту карту, что очень хорошее оформление. Любые действия, будь то аренда мопеда или какая-то прокачка, которую вы прошли, все будет оповещаться и все выполнено очень-очень красиво. И еще одно, что хотелось бы тоже упомянуть, я это встречаю первый раз, здесь выключена музыка. То есть, когда вы садитесь в транспорт, в GTA, да, автоматически включается радио. И я уже как-то даже задавал вопрос, если кто знает, напишите в комментариях, как это отключить. Так вот здесь, когда вы садитесь в любой транспорт, музыка автоматически вырубается. Я не знаю, как они это сделали, но здесь вы с этим больше не паритесь. А мне, вот как снимающему человеку ролики, это очень важно, потому что музыку YouTube банит. Да и в целом, это автовключение музыки на самом деле раздражает. И непонятно, зачем это было вообще введено. И как, главное, с этим бороться, тоже непонятно. Ну, здесь это победили. Вы садитесь в транспорт, и музыка автоматически выключается. Здорово придумано. Молодцы, что так сделали. Дальше, как вы видите, я попал в ДТП. Никто меня не сбил, я сам ушатался. Хотя здесь сбивают людей тоже на ура. Но в данном случае я сам ушатался, поэтому никто здесь не виноват. Я был удивлен, что можно вызвать скорую. Я нажал вызвать скорую, и ко мне приехал врач. До свидания, как вы можете заметить, действительно приезжает доктор. И оказывает вам помощь. Можно докопаться до того, как он тараторит. Ни черта не понятно, что он говорит. И машина никакого отношения, в общем-то, к медицинской не имеет. Но бог с ним. Я уже отвык, что на ГТА-шных проектах вообще есть такая функция, как вызвать доктора. На многих проектах ее вообще уже упразднили. А где-то ты можешь вызвать доктора и лежать часами. Но дальше случилось еще интереснее. Подарок-то. И вот тут может быть непонятно, но я поясню. Я ехал себе по заданию, меня останавливает человек. Выбежал на трассу и прямо кричит, остановись, остановись. Я думал, сейчас опять начнется стоя это ограбление. Нет, он просто насыпал мне кучу подарков всяких разных. Одежда там, какие-то вещи. Просто так вот от балды накидал. Я в этот момент не понял, что ж такое-то. Хорошо читаемое меню. Все красиво оформлено. Вызываем скорую, блин. Люди подходят и дарят тебе подарки. Я что, попал в какой-то ГТА-шный рай? Я уже настолько отвык от нормальных взаимоотношений между игроками на просторах ГТА-5, что для меня это был реальный шок. Как это может вообще происходить? Непонятно. Ну, давайте ехать дальше. Я уверен, что найдется все-таки то, что меня каким-то образом все-таки огорчит. Ну и напомню, что для того, чтобы познакомиться с проектом, я взял задание еще в аэропорту. Это я сделал для того, чтобы игра сама протащила меня по каким-то ключевым и нужным точкам. И первой же такой точкой является работа для начинающих, но не только для начинающих. Это работа на лесопилке. Идем к точке активации и смотрим. Ну, как я уже и говорил, очень красиво оформлено все. Вообще на этом проекте все таблички, все сообщения, все очень-очень красиво выполнено. Как видите, на табличке есть и разъяснение, и она сама стилизована под такое вот лесное производство. В общем, к оформлению вообще никаких претензий нет. Все очень красиво, очень достойно на высоте. А вот работа, как мы видим, делится на три подкатегории, которые требуют, естественно, прокачки. Ну, как же это выполнено? Пойдемте на точку и уже посмотрим все своими глазами. Сама же работа, я бы сказал, достаточно обычная. Мы подходим на точку взаимодействия. Здесь зажимаем кнопку E и больше от вас не требуется никаких телодвижений. Не надо набивать никаких комбинаций символов на клавиатуре. Просто зажимаем E, подбираем некие брикеты. Вот к брикетам у меня есть небольшие претензии. На проекте, где такая детализация отношения к сообщениям, к тексту, вообще ко всему оформлению, как видите, брикеты, которые мы носим, не имеют двухсторонних текстур. Я считаю, что, наверное, это можно было бы исправить. Ну, а далее проходим на вторую точку. Идет автовзаимодействие с ней. Ну, и, в общем-то, все. Это первый уровень этой работы. Единственное, что можно, наверное, докопаться, что вот эти вот красивые уведомления, которые, кстати, не только уведомляют о том, что вы прошли какое-то взаимодействие на карте, а еще о том, сколько вам осталось до того, чтобы прокачать следующий уровень. Так вот, разъяснительный текст, важный текст под словом уведомления, слишком мелкий. Ну, это оформление. А что же касаемо самой работы? Чем нам предстоит заниматься? И надо сказать, что здесь тоже есть разделение на три категории. И прокачка занимает, ну, достаточно долгое время. Это душное и нудное занятие. И как же здесь с этим борется? А для того, чтобы более подробно разъяснить, как работает схема прокачивания начальных уровней на этом проекте, я, наверное, откачусь немножко назад до проекта Miracle, который вы сможете, обзор на который вы сможете посмотреть вот по этой вот ссылочке. Так вот, там была интересная механика, которую я назвал пассивным принуждением. Почему пассивным? Да потому, что вас никто не заставляет. Оно просто есть и есть. Так вот, здесь есть примерно такая же схема. На Miracle, чтобы работать инкассатором, вам нужно было найти себе компаньона. Своего друга или кого-то из игроков. То есть, вас игра заставляет играть вместе, дружить, разговаривать, общаться. Здесь есть подобное. То есть, если я на этой работе дойду до третьего уровня, я смогу предлагать игрокам, другим игрокам, которые еще не достигли третьего уровня, некие контракты. И этот контракт позволит мне на первом уровне зарабатывать гораздо больше. А игроку с третьим уровнем небольшую копеечку. Таким образом, игроки при таком взаимном взаимодействии потихонечку друг друга бустят. Игрок с уровнем поменьше получает прибавку где-то примерно в 40-45% к установленному заработку. А игрок с третьим уровнем, даже не участвуя активно в работе, получает пассивный доход. И вот такая вот схема взаимодействия между игроками, внедренная в эти рабочие процессы, я считаю наиболее удачной. И почему я назвал ее пассивным принуждением? Ну, действительно, потому что, ну, не хотите вы, ну, и не берите вы этот контракт, или не предлагаете, вас никто насильно не заставляет. Но, тем не менее, такая механика есть, она заставляет вас общаться с другими игроками, принимать или не принимать контракты. Это здорово. На таких проектах, я считаю, это здорово. Ну, и плюс это еще и бустит ваши заработки. Ну, и, в общем-то, вот как это выглядит. Я тебя подвезу, ты там уволиться тебе надо, потом я тебе дам контракт, и ты опять устроишься. Ну, щел, давай, до точки добегу и седу к тебе. Давай, давай. Маловато машинка-то. Нормально. И сейчас я предложу, нажимаю в усер. Все, работай. Контракт нужен, чел, незнакомец. 1, 9, 3, 8, 3. Ну, и если вот наглядно вкратце, то выглядит это вот так. Я принял контракт и продолжаю работать дальше. Но заработки у меня уже становятся гораздо большим. Как я уже сказал, процентов на 40-45, они повышаются. Ну, а человек тем временем получает какую-то копеечку с каждой моей доставки этих брикетов. И, как вы могли слышать, он предложил мне уволиться, чтобы принять контракт. Как я потом выяснил, уволняться даже не обязательно. Можно прямо в процессе игры принять контракт и заработки автоматически у вас повысятся. Ну, и еще раз скажу, что я считаю подобную введенную механику по взаимодействию в бустах и вообще взаимодействию между игроками очень удачной. Подобное решение заставляет и дает возможность игрокам общаться между собой, чего очень не хватает на подобных проектах на базе GTA V. А далее, если вы смотрели это видео с самого начала, то, наверное, смогли заметить, что этот проект меня удивляет в положительную сторону многими своими аспектами и решениями. Пока ничего негативного и что-то неприятного я на этом проекте не увидел. Все полученные мною эмоции и впечатления за время пребывания на этом сервере несли меня только в положительном направлении. Но давайте откатимся буквально на пару минут назад. И если вы внимательный зритель, то, наверное, заметили, что человек, который предлагал мне контракт, приехал на машине, хотя от точки увольнения до точки работы всего каких-то 15 метров. А приехал он на машине и более не выходил из нее не просто так, а все дело в глобальных, я бы сказал, трудностях с транспортом на этом проекте. Они вот как черным пятном на вас ложатся и с этого момента вы забываете о всех прелести, которые вы видели и начинаете страдать тем, что вам не на чем добираться от точки до точки. Сразу же всплывает аннотационный ролик в начале, когда вы заходите на этот проект, где за кадром автор говорит, что вам не придется бегать. Вы можете воспользоваться либо общественным транспортом, либо арендованным транспортом или купить свой собственный автомобиль. Но несмотря на заявление автора о том, что вам не придется бегать, бегать вам придется очень много и очень долго. А все дело в том, что на этом проекте, по моему личному мнению, я допускаю, что кому-то, наверное, это нравится и кто-то просто в восторге от такой системы. Так вот, на этом сервере стоит самая дурацкая из всех возможных систем с транспортом, которую я только видел. И начнем мы, наверное, обсуждать это с аренды и каршеринга. Да, действительно, здесь можно арендовать транспорт и можно пользоваться каршеринговыми услугами. Но, чтобы взять транспорт в аренду, он здесь представлен в виде скутеров. Но ни через телефон, ни каким другим образом вы не найдете эту точку, где находится сдача в аренду скутеров. Только если вы визуально запомнили ее и держите у себя в голове. Следующее это каршеринг, который по своей стоимости, ну, просто какой-то запредельный. Стоимость каршеринга стоит полторы тысячи. Зарабатывается полторы тысячи, я вам скажу, не так быстро. И все это, и скутер, и каршеринг у вас исчезнет после трех минут, если вы в него не сели снова. А чтобы отбить услуги этого каршеринга, то есть полторы тысячи, вам, если брать в пример вот эту работу, надо сделать как минимум 120 точек. И это с бустом. Если без буста, то за 200. Ну, а если у вас нет времени, возможности или желания, то значит каршеринг это не ваш. Остается аренда скутера. Но скутеров, точек сдачи аренды скутеров, здесь можно пересчитать на пальцах левой ноги. И тем более их невозможно найти. Так, например, на лесопилке такой точки нету. В Пале ТБ, куда мне пришлось бежать, хотя автор сказал, я не буду бегать, но я бежал, и очень долго. Там тоже нету ни одной точки. И даже каршеринга там нету. Хотя каршеринговые машины валялись на лесопилке. Но я не могу ими воспользоваться, потому что у меня нету денег, это раз. А второе, у меня нет прав, это два. Ну, а то, что машина исчезает после трех минут, как вы из нее вышли, я вообще считаю, что это решение за гранью безумия. Подобную я видел на проекте World, и там я тоже из-за этой же системы хапал очень много горя. Потому что, ну, три минуты это ничего. Это, согласитесь, это вообще ни о чем. Вы приехали в медпункт, если вы там долго ищите врача, врач занят или его пока нету, отошел, или он там в АФК, ну, вы теряете время, ваша машина исчезает. И таких ситуаций, ну, здесь, ну, просто пруд пруди. Если вы приехали для какого-то рабочего занятия и хотите позаниматься чем-то, то вы должны понимать, что у вас эта машина сейчас исчезнет через три минуты. Или вот как здесь некоторые люди делают, да, как вот я показывал, да, они просто не выходят вообще из этой машины. Это выглядит абсурдно, это выглядит придурочно, но людям ничего не остается, как вот делать так. Общаться между собой, не выходя из машин, искать, раздавать контракты, не выходя из машин. И все это потому, что через три минуты машина исчезнет. Либо тебе надо каждые три минуты, как дурачку-попугаю, в нее запрыгивать и выходить, запрыгивать и выходить, либо вообще из нее не выходить. Потому что система вот такая, она зачем-то введена сюда три минуты. Я над таким же решением еще прикалывался на проекте World, там то же самое. Я столько горя хапнул из-за того, что машина постоянно исчезает. Ходя по подобным проектам, я видел много всяких разных систем. Я видел систему, когда вам дается аренда на полчаса и исчезает машина только спустя полчаса. Я видел, когда она вообще не исчезает. И исчезает только если вы берете новый транспорт, то старый у вас исчезает. Также есть система, когда арендованный транспорт исчезает, если вы удаляетесь от него на какое-то прописанное заранее расстояние. И это, кстати, на мой взгляд, самая удачная схема. Но вот схема, когда у вас исчезает транспорт спустя три минуты, на мой взгляд, это лично мое мнение. Ну, самое придурочное. Хуже я не видел нигде. Ну, а на данный момент, вопреки слов автора, я все-таки добежал пешком до почтового отделения. Надо сказать, что почтовое отделение здесь тоже одна из уникальных штук, внедренных в эту игру. Ничего подобного я еще не встречал. А дело в том, что всякие плюшки, награда за входы в игру, какие-то призы, вам приходят в виде посылок на почту. И за ними надо будет ходить. Ну, я в данный момент в Пале ТБ, это такое достаточно глухое место, поэтому здесь народу нет. А я заходил за своими плюшками в почтовое отделение в городе. И это, знаете, так атмосферно выглядит. Там много народу, там все прибегают, что-то суетятся. В общем, сделано атмосферно и достаточно интересно. Меня даже немножко удивило, что к такому ключевому и такому антуражному месту, как почтовое отделение, не прикручена работа курьера, доставщика почтового. Такой работы здесь, кстати, вообще нет. И посмотрите, как красиво выполнено здесь повышение уровня. Ну, как я уже и говорил, отношения к деталям на этом проекте, конечно же, удивляют. Все эти таблички, повышение уровней, сообщения, все выполнено на высшем уровне. Но только это не решает мои проблемы. Мне по-прежнему нужно отсюда каким-то образом выехать. Привет! Не подскажешь, как отсюда можно уехать, а? Такси вызовите. А других вариантов нету, да? Нет. Раньше здесь стоял каршеринг, но сейчас его нет, поэтому не знаю, как вам помочь. Если вам повезет, здесь будет проезжать маршрутный автобус. Но узнать об этом никакой возможности нету, да? Нет, никакой. Только надеяться на удачу или такси. А вы сколько лет в штате? Я вот только приехал, по заданию пришел сюда. Ну, да, так скажем. Ну, да, можно так сказать. Вот по заданию мне направили сюда, на лесорубку, заработать 100 долларов первые. Я этим занялся, а вот как отсюда выбраться, теперь у меня нет никакого понимания. Я понял. Если будет ехать автобус, я вам помогу его догнать. Да, я доберусь, ничего страшного. Ну, и вот, как вы можете услышать из этого диалога, помочь мне никто ничем не может. Надо надеяться на чудо, что может быть, когда-нибудь здесь проедет автобус, что, в общем-то, вообще не факт. И выбраться отсюда никаким образом нельзя. В свою очередь, подобная непродуманность на проекте, где такое отношение к деталям, где продуманы даже мельчайшие таблички. Ну, как-то оно здесь, я бы сказал, даже неуместно, что ли. Я шел по этому шоссе, и у меня все в голове никак не укладывалось. Как же этот проект, как свежей струей, окатил меня в самом начале своими интересными, красивыми заставками, уникальными решениями, рабочими занятиями, добротой людей, которых я, кстати, здесь повстречал в самом начале. И как это все разбилось, вот об эту вот непродуманность с транспортом на этом проекте. А это еще не все проблемы с транспортом. В дальнейшем я еще покажу, как здесь это все устроено, и во что упирается игрок при выборе себе транспорта, и как вообще управляется этот транспорт. Проблем с ним очень много, и я показал только самое-самое начало, с которым я столкнулся, когда сюда зашел. Ну, об этом всем я расскажу вам, наверное, в следующей серии. А пока у меня все. Увидимся в следующем видео, в следующей серии этого обзора. Спасибо всем, кто посмотрел, и всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok